Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука, 6 мая. Сейчас будет еще один видео-ответ на вопрос зрителей. Вернее, не на вопрос зрителей, а на вопросы многочисленных зрителей, которые повторяются ежедневно в той или иной интерпретации. Вот смотрите, Маруся Владимировна пишет. Скажите, пожалуйста, у меня после высадки в теплицу рассады томатов макушки стали светло-зелеными, что не хватает рассады, чем подкормить. Поверьте, каждый-каждый-каждый день у кого-то листья желтеют, у кого-то листья скручиваются, у кого-то листья меняют форму. И все это очень много вопросов, можно сказать, на одну и ту же тему. То есть чего-то не хватает рассаде, лист крутится, лист меняет форму. Вот я всем всегда говорила, что если вы хотите точно узнать, вот что не хватает в вашей рассаде, или там макушка крутится, или лист, есть в интернете люди уже специально обученные, вот составляют такие таблицы, которые написаны. Недостаток элементов питания у томатов. Справочная таблица. Можете набрать там любое название, чего не хватает томатам. И будет таблица, где вот эти листики, например, смотрите, если вот такой листик написано, чего не хватает, вот чего не хватает, например, как выглядит лист, когда не хватает азота, тут написано, он светло-желтый там. Если фосфор, то он делается фиолетовый, все мы это знаем. Но есть такие элементы, которых иногда не хватает томатам, но эти очень, как сказать, симптомы, сейчас вот так сделаем, чтобы рекламы не было видно дополнительной, симптомы очень схожие, например, вот смотрите, вот не хватает магния, вот так выглядит, не хватает цинка, вот так, и очень сложно, например, начинающий огородник зайдет, даже не начинающий, вот зайдет или такой-то, или такой, или вот этот вот, молебдем, например, лист не хватает. Ну вот как можно определить? Ну кальций, ладно, вершинка, это мы понимаем. Там вот нехватка бора, верхушки растений скручиваются к низу, вот, например, верхушки крутят, может быть, это нехватка бора, там еще нехватка серы, нехватка железа, короче, нехватка меди, нехватка марганца, нехватка даже хлора. Очень-очень много схожих вот таких симптоматики. Вот лист немножко такой, как, и даже опытный огородник иногда не разберется, к чему я это веду. Я никогда, вот, например, если с листиками что-то не то, я никогда сильно не разбираюсь, чего там именно какого, вот очень сложно определить, если честно, какого вот этого микроэлемента у нас не хватает, так как азот, фосфор и калий мы даем с подкормками, или с корневыми, или там, мы всегда на эти три макроэлемента макроэлемента, обращаем большое внимание. А вот эти микроэлементы, например, марганец, там, сера, кто вносит серу специально? Никто, конечно, редко кто вносит. Бор тоже мы не очень, мы либден особенно. Кто добавляет мы либден в каком-то виде? Нет. И вот именно поэтому я и делаю эти витаминные опрыскивания. Вот сегодня у нас пока погода, ну как, холодная. Я как раз пойду делать вот это опрыскивание, которое я называю витаминным, но, конечно, оно не витаминное, а как раз, смотрите, вот то же, то самое, что я перечислила, вот он он, и марганец, и мылибден, и вот это кобальт, по-моему, цинк, бор, магний, медь. Все, от чего лист может желтеть, крутиться верхушки, там, видоизменяться, корежит его, коробит. Вот все вот это собрано вот в этом, ну как я называю, витаминный коктейль. Я вчера говорила, что я купила вот это еще в позапрошлом году, но хорошо, что у него срок хранения 4 года. Тут вот в основном от нехватки железа больше всего содержания. Но мне, у меня хлороза нет, я его буду применять теперь, так как не могу в магазин поехать, но из-за карантинных мер, вот все, что есть, то и буду последнее, как за те годы, использовать. Я сейчас наведу вот этот витаминный коктейль, пойду, сделаю опрыскивание. У меня явных таких признаков изменения листа нет. У меня ни желтых нет, ни вот таких вот страшных, вот такие, как сгорелые листья. Ну, вот эти опрыскивания можно делать необязательно уже после того, как растение закричит, что мне этого не хватает. Я всегда делаю вот такие профилактические, может быть, поэтому у меня нет ни таких вот ни сженных, ни отмирающих, ни опадающих листьев. Очень просто в применении. Тут инструкция, сейчас я вам покажу. Ой, где же? А, вот. Инструкция есть. 12 миллилитров на 10 литров воды. Ясно, что на 10 литров воды мне не надо, я всегда делаю на полторашку. Это значит, 1,2 миллилитра на литр. Я возьму 1,8 миллилитра. Шприц сейчас отмерю. В полторашку с водой в полтора литра разведу. И пойду в теплице, сделаю опрыскивание по листу. И мои томаты получат вот это вот все, что им, возможно, не хватает. Малибден, бор, марганец, купрум. Это медь, кокобальт, цинк, феррум, железо. Все в маленьких-маленьких, минимальных дозах. Как же вот здесь, смотрите. В период вегетации в минимальных-минимальных дозах все. Пойду сейчас сделаю, покажу вам, как разведу. Как я уже сказала, готовится очень просто. Вот я бутырек вскрыла. 1,8 миллилитра препарата набрала. И в полторашку с водой. Все сейчас перемешаю, брызгалку одену и буду обрабатывать. Обрабатываю не тщательно по листу. А так, ну куда попадет, туда попадет. Потому что это не от заболевания, это профилактическое. И, кстати, здесь нужен вот этот вот инструкция. Я и хочу вам показать, что я обычно пользовалась. Сейчас скажу. Вот их 4 препарата. И я всегда пользовалась вот этим вот номером 4. Богатый, комплексный. Как я говорила, что специально с железом или специально там с цинком, с медью я не брала. Брала комплексный. С железом первый раз использую. И почему-то я всегда обходила его стороной. Но сейчас я вот прочитала про его, ну про него описание, что возможно, сейчас подождите, возможно я зря его игнорировала, потому что здесь написано, ой, извиняюсь, очки сейчас одену. Потому что здесь написано, что при дефиците железа из-за нарушения образования хлорофилла развивается хлороз. Листья теряют зеленую окраску, затем болеют, преждевременно опадают. Так что у некоторых, может быть, опадают действительно от дефицита железа. Около 30% территорий мира, занятых под сельское хозяйство, обладают почвами с низкой доступностью для растений железа. В связи с этим дефицит этого элемента наблюдается у каждого третьего человека земли. По данным ВОЗ. ВОЗ. Оказывается, не только у растений у нас тоже. Короче, это все, кто если будет покупать, он сам прочитает. Вот эти вот, вот такие обработки мои, я говорю, что я подкормки такие основные, лучше не люблю летом делать, вот под корень лить, это, конечно, немножко потруднее, чем опрыскивать. И если осенью грунт заправлен азот фосфор калий, то в течение лета можно вот такие витаминные подкормки. Я думаю, почему я их называю витаминные, а тут сейчас прочитала, я уже забыла, давно не читала вот эту вот, где же тут написано-то. Сейчас, подождите. А, вот, супер витаминные, вот мне и прицепилось, что я называю витаминные, витаминные вот эти подкормки, обработки. Короче, я сейчас опрыскаю. И вот такими вот опрыскиваниями хотя бы раз в месяц я делаю, ну, пусть там, 3 или 4 обработки за сезон. Конечно, лучше бы делать разные, например, один раз с медью, другой раз с железом, третий раз с цинком, но я никогда не покупаю разные, я беру вот этот комплексный и считаю, что этого достаточно. Все, сейчас буду опрыскивать, пока у нас солнышко не вышло. Точно так же, как я делала борное опрыскивание для повышения завязываемости плодов, вот эти все витаминные коктейли я опрыскиваю таким же методом по листу, чтобы мелкие-мелкие-мелкие-мелкие капельки, вот видите, чтобы они не скатывались, а оставались на листиках. Для этого я вот так быстро-быстро и по всем кустам опрыскиваю все. Все, это безвредный, хоть попадет на цветочки, и цветочки, и листочки, и все части тела можно делать опрыскивание. Все, до свидания.